Наганы, маузеры, пистолет-пулемет Шпагина, ТТ, немецкий парабеллум, ручной пулемет Дегтярева. Это лишь краткий список оружия, которое сегодня в рамках новой выставки представили в Музее обороны Аджамашкайских каменоломен. Среди экспонатов уникальные предметы. Вот это знаменитая винтовка Мосина. Ее применяли еще во времена царской России. Выпускалась до 1965 года. Настоящая легенда. Она стала фактически самым массовым оружием во времена Великой Отечественной. Неприхотливая на пять патронов. Дальность прицельной стрельбы до двух километров. Дальность полета пули до семи километров. Практически эта винтовка неприхотлива ни к грязи, ни к воде, ни к песку. За одну минуту можно выстрелить две обоймы. И эта винтовка дошла до Берлина. Эти экспонаты – коллекция керченского предпринимателя Михаила Перепелицына. Многочисленные объекты вооружения уже ранее показывались в рамках интерактивной выставки. С переходом в российское правовое поле экспозицию пришлось на время свернуть. Но сейчас все необходимые документы оформлены. И выставка зажила новой жизнью. Увлечение историей пошло из детства. Из книг, рассказывает Михаил. И переросло в нечто большее. Самым интересным экспонатом коллекционер и меценат считает вот этот пулемет 1939 года. Это реальный участник сражений. Это была зенитная установка. Спаренный пулемет. Значит, пулемет 1939 года. Завод имени Молотова. И когда немцы подошли к Москве, этот завод вывезли на Урал. И вот после всяких всех перипетий страна победила. Все пошло дальше. Завод снова вернули в Москву. Но завод сейчас называется НПО «Прогресс», который делает космические корабли. То есть такая определенная конверсия произошла. Вот военного, когда нужно было защищать. А сейчас страну нужно, ну, тоже, может быть, защищать. Уже защищает космос. Чтобы оформить выставку, одних лишь образцов вооружения было мало. Заходя в этот зал, погружаешься с головой в атмосферу военных лет. Рисунки на стенах, таблички, муляжи, целые сцены. Вот в окопе за пулеметом Максима «Советский воин». Все это результат стараний художников Сергея и Натальи Лариных. Введение, как мы говорим, в античность. Мы не просто экскурсию даем, мы вводим человека в античность. Так и здесь введение в войну. Чтобы он увидел не только оружие, но и побывал в этой обстановке сирены. Или увидел бойца, прекрасный муляж сделан. У нас все художники ваши делали. Да, это все делали наши художники, наши мастера. И вот поэтому, конечно, когда это пройдет, не только информация через голову, но и сердце коснется, тогда человек это прочувствует. Открытие выставки приурочили ко дню памяти и скорби, и ко дню партизаны-подпольщиков. В будущем она будет работать как постоянная экспозиция. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, специально для Киршнайт ТВ.